Расскажу, что здесь вообще происходит, и потом передам слово докладчику. Давайте я представлю сначала этих замечательных людей. Меня зовут Денис, я в новосибирском офисе компании JetBraise работаю. Также здесь есть Олег, Юрий, Николай, ну еще есть Леонид, но он пока сейчас в Питере. Эти люди здесь тоже в зале, кроме Леонида. Вот, собственно, что случилось? Встретились мы в одном чатике и подумали, что комьюнити в Новосибирске создаются. Вон даже JukNSK есть уже, а комьюнити про .NET нет. Ну вот, как бы решили, а почему бы не попробовать сделать комьюнити? Ну и вот, собственно, вот что получилось. Достаточно много людей. Можно считать, что спрос есть. Вот, то есть собрались, накидали небольшой планчик, то есть что здесь, ну то есть будем в точке кипения проводить митапы, там в зависимости от контента, да, там раз в два месяца. Вообще изначально планировалось в точке кипения, это вот в соседней башне, он там вот на 13 этаже, но там сейчас в августе ремонт, поэтому мы здесь. Дальнейшие митапы будут проходить там. То есть два доклада, формат митапа по 40 плюс-минус минут, ну и автопати, автопати уже как бы каждый сам, это дело добровольное. А вот, простите. Значит, комьюнити, да, комьюнити это про людей, поэтому очень бы хотелось, чтобы вы, как вот участники комьюнити, заинтересованные люди, вы тоже принимали активное участие в этой всей движухе. И что вы можете сделать, да, вы можете приходить, общаться, обслуждать какие-то актуальные темы, делиться опытом, давать обратную связь нам, спикерам, вообще, ну в принципе, запрашивать какие-то темы, которые вы считаете интересны, а они почему-то вниманием комьюнити, ну оставлены. Вот, ну и естественно, очень классно, если вы будете подавать свои темы, приходить сюда и сами выступать, как сделали сегодняшние наши спикеры. Вот, чем мы хотим и будем помогать? Мы хотим и будем решать организационные вопросы, то есть вот зал, кейтеринг, бейджики, там реклама, вот это вот все. Коммуникация может со спикерами, то есть если мы будем, станем большими, взрослыми и серьезными, будем приглашать спикеров откуда-нибудь там, из Москвы или из-за рубежа, да, то есть вот мы это можем делать, мы это умеем. И будем помогать в подготовке доклада, то есть вот спикеры, уважаемые, идут соврать, у нас с ними было по несколько репетиций, то есть мы работаем еще раз со спикерами над контентом. Вот, ну, так как это комьюнити, да, комьюнити без спонсоров, ну, сложно, поэтому вот у первого метапа спонсор JetBrains, и мы призываем компании города, ну, которые тоже заинтересованы как-то в этом присоединяться, чтобы у нас в следующие метапы были там другие спонсоры. Больше спонсоров хороших и разных. Вот, собственно, вот здесь вот наши контакты, они в этом появятся еще в перерыве, а сейчас, чтобы дольше не занимать время, я предоставляю слово Дмитрию из Модульбанка. Поприветствуйте. Всем здравствуйте, меня зовут Семенов Дмитриев, я работаю в Модульбанк. Значит, немножко о себе я разрабатываю на Дотнет с 2012 года, вот, и где-то, примерно, два года назад я увлекся функциональным программированием, в частности, языком R-Sharp. Вот, и, значит, сегодняшняя моя тема называется R-Sharp и предсказуемый код. Сразу скажу, что это не доклад из серии, что вот я расскажу, как мы у себя, там, делюсь опытом, как мы что-нибудь там делили или нет. Это просто вот те мысли, которыми я хотел бы поделиться с вами. Много людей знают про такой язык, как R-Sharp? Ну, довольно-таки много. Если бы вам задали такой вопрос, нужно ли его учить? Нет. Нет, кто-то говорит нет. Кто-то говорит, что, зачем, если есть R-Sharp? Ну, люди, которые чуть-чуть больше знакомы, которые, может, статьи какие-нибудь читали, там, или что-то попробовали, как у них было написать, ну, они говорят такое, ну, вообще, там есть у него преимущества, да, но они такие несущественные, и это не стоит того, чтобы тратить время и учить новый язык. Ну, есть люди, которые лучше знают R-Sharp, которые говорят, что, типа, вот, да, этот язык был полезный для меня, его, пока я, там, когда я его изучал, потому что я на его примере разобрался с тем, что какой функциональный подход, сейчас применяю его, программирую R-Sharp, допустим, он профессионально не использует, ну, вообще не продакшн, рейдный язык. Вот, ну, я предлагаю, маленько, более конструктивно подойти к этому вопросу. Ауна Перлис, известный специалист по компьютерным технологиям, создатель языка Google, значит, сказал ему такая фраза, язык не стоит изучать, если он не меняет представление у программира. Давайте посмотрим, разберёмся. меняет ли R-Sharp представление о программировании. Или кратко пробегусь, кто-нибудь в курсе. R-Sharp разработан в Microsoft Research в 50-м году, открытый исходный код компилятора, и он находится на GitHub, ну, и у него активное, дружелюбное сообщество. Вот. Различия очень-очень-то краткое, если это окрасно с R-Sharp, R-Sharp более краткий ситрсис, разное поведение по умолчанию. Ну, что это значит? Допустим, перемены по умолчанию всегда мутабельны. Или, скажем, по умолчанию объекты не могут быть новыми. И вот то, о чём, ту часть, которую я сегодня хотел бы более глубоко затронуть, это другая философия. Вот. Я не собираюсь рассказывать о том, чем функциональная программира лучше или хуже императивного. Это тема не для одной, наверное, презентации для сотен. Я хочу коснуться лишь одного аспекта узкого. Это предсказуемый код. Что такое предсказуемый код? Так, считайте. Ну, я не нашёл определения такого, я вот строгого, да? Я пытаюсь своими словами. Можете ли вы понять код, просто посмотрев на него? Не копаясь в других частях кодовой базы. Вот если так, или если это близко к тому, да, то можно сказать, что наш код, он достаточно предсказуемый. Давайте рассмотрим пример. Хорошо видно? Да, снимаем. Пример на языке JavaScript. Как вы считаете, чему будет равен Y в конце, после выполнения этой программы? Ну вот, то есть в данном случае у нас просто, это, мало того, что, ничего угодно, даже ничего угодно, ошибка перед фронтами, потому что переменные смеют тип динамически типизированный язык. Плохо, Гомеру. А вот это, да? Блин, что ж такое тут? Слайты как-то, как-то, жанки. А, вот так вот. Да. Значит, первое требование к предсказуемому языку, это у переменных не должно быть возможности поменять технику. Давайте рассмотрим второй пример. А, это, кстати, все тот же пример, но уже на языке F-sharp. Там, понятное дело, такого невозможно, простой язык со статической утилизацией. Ну, это, собственно говоря, и в C-sharp тоже невозможно. Поэтому это не к теме сравнения. Не F-sharp, C-sharp будет не скомпилироваться, компилятор будет достану такую ошибку. Давайте рассмотрим второй пример. Пусть у нас есть два кастомера одинаковых. Как вы считаете, что будет в результате? Ту или фол. Ну, да, может быть, в общем-то, по-разному. Да, все что угодно, может быть, как трут, так и фол. А, а почему-то, почему, что мы ждем? У нас два одинаковых кастомера, да, почему они не равны? Непонятно. Да, то есть объекты с одинаковыми значениями должны быть равны по умолчанию. Это второе требование к предсказуемому уголку. Ну, вот на F-sharp, допустим, будет true. Ну, опять же, на C-sharp понятно, что можно переопределить это поведение, да, но это надо переопределять. Об этом надо подумать. Вот, и это надо сделать. Что, если у нас equals? А, нет, мой другой пример. У нас есть customer один и order. Что у нас будет, true или false, если сравнить их при помощи метода одникулца. То есть, естественно, она тоже может переопределить, что будет работа власти 7. Да, можно. То же самое, в общем-то, из той же серии. То есть, можно переопределить, а можно нет. Но, смотрите, если они у нас будут равны, да, то есть, никого сдаст нам true, почему это же у нас объекты вообще разных типов. А order и то же самое, что там килограммы с метрами, да, сравнивать? Может, наследоваться. А? Ну, хорошо, ладно, но я же не сказал об этом правильно. Может, конечно, и есть. Было бы странно, если бы у нас заказ наследовался от пользования. Требование номер три. Сомнение объектов с разными типами приведет к ошибке компиляции. Ошибка компиляции, понятно, это намного лучше, чем ошибка вратами. Потому что быстрее фидбэк. Быстрее мы можем вынестрать. Такой же пример на Ивша. У нас ничего не переопределяем. Будет true. А, будет ошибка компиляции. То же самое, вот там маленький другой пример я привел. Если мы сравниваем, если мы пытаемся сложить, допустим, разные числа, числа разных типов. Одна у нас int, вторая лецимал. То же самое, компилятор ругается. Или, допустим, хотим их сравнить. Ругается компилятор. Хотя понятно, что можно сравнить там иногда int с лецималом, да? Всегда. Вот. Но тем не менее, типы разные нельзя. Ну, это вот я... А что, если мы захотим в C-шарпе, допустим? Даже, даже если мы, допустим, сами себе, что мы не забываем никогда вот этого дела, всегда переопределяем. Вот. Что нужно сделать, чтобы переопределить? Я взял пример с АБСДНа. Ну, немножко адаптировал, сократил буквально, чтобы он полез в презентацию. Вот это, короче, такое каноническое переопределение типа фу, у которого есть одно property bar. Вот какое оно большое. Часто мы это делаем? Кто такое часто делает? Играть не надо. Ну, я иногда делаю. Классно, да. Я тоже стараюсь так делать. Ну, не всегда. Ну, и потом есть же другие разработчики. Вот. А как написать то же самое на C-шарпе? Все. То есть по умолчанию поведение вот ровно такое, как предыдущего логовного примера на C-шарпе. Значит, четвертый пример. Пусть у нас есть кастомер, да. И что у нас будет в таком случае на экране? Че-че? Может быть, кантливый убийца, да? А может быть. Четвертое правило, это инициализировано валидными значениями. Если нет, ошибка компиляции. То есть, если у нас адрес необязательный, то пусть это будет какой-то тип данных специальный, который у нас может быть адресом, может быть не адресом. Это должно быть ямок. Сейчас я расскажу немножко про алгебрологические типы данных, чтобы понять уже следующий пример. Как это сделано в шарпе? То есть, алгебрологические типы данных, конечно, что такое. Типы данных, которые получаются композицией из друг друга, при помощи двух операций. Это у нас операция плюс, когда, допустим, мы берем множество интов и множество гуглов, делаем плюс. То есть, это все элементы, которые принадлежат либо этому множеству, либо этому. Либо можно сделать еще декартовое произведение. Тут тоже все понятно, между множеством, пара всех таких чисел, там, не чисел, объектов, элементов множества, где у нас первое из первого множества, второе из второго. Вот в шарпе такой момент в шарпе есть. Вот так вот оно выглядит в коде. То есть, у нас есть тип int плюс blu, до которой может быть number, of int, либо улянг, пример. Либо, вот, значит, второй пример это произведение. Произведение просто, в общем-то, практически как в фишапе, там, класс, это такая такая, из пропертийствующая. Вот, number, улянг. Извините, а последняя скобочка, это так и должно быть? Я? Последняя? Круглая. А, круглая она там, нет, не, так не должно быть, это ошибка. Извиняюсь. Вот, если у нас в шарпе есть такой тип данных, option, то есть, это option, ну, generic, там, какой-то t, где там, либо сам что-то типа t, либо no. В данном случае, для адреса, ну, так вот, тематически верно, в шарпе используют тип option, для типов необязательностей. У нас option-адрес, это либо сам адрес, да, в таком случае, мы при помощи этой конструкции, паттерн мальч-экран называется, мы можем, значит, поступиться, конкретно, вот этого адреса, либо это no. Вот. Давайте следующий пример, рассмотрим. У нас есть некоторые репозитории кастомеров. Возьмем кастомера, вытащим из него, с адресником 345. Что у нас за это даст последняя команда? В зависимости от ситуации, где у нас есть. Есть и есть. Есть и есть. Может быть, если... Смотрите, а вот если 345-го нет репозиторий, какого нет кастомера, тогда что будет? В зависимости от реализации, где-то репозиторий. Вот. Ну, обычно, либо... ну... Опять no reference exception, да? Да, да, да. Либо exception какой-то, дописываю. Типа там row not found. Что-нибудь типа такое. Вот. пятое требование это отсутствие данных или ошибки должны быть явные. Никаких норов не исключены. Ну, вот. Допустим, мы возвращаем какой-то тип данных, который у нас у него есть свойства из кастомера. Если кастомер есть такой, то тогда мы, значит, по кастомера и мы обращаемся, если кастомер из кастомера равно false, то тогда ну, такой error message там у него есть, да? Допустим, Вот. Такой вариант сешапки, допустим, можно реализовать. Какие, видите, минусы у этого варианта? А еще? Он же специально появился. Отсутствие проверки во время компиляции. Нет, я сейчас не об этом. Нет, ну, мы же можем забыть написать просто из кастомера. Вот кто-то написал, а кто-то забудет, напишет сразу customer error, customer ID, да, и будет ошибка в рантайме. Вот, в шарте есть еще один тип, который представляет себя сложение двух типов. Это тип называется result, это либо окей, что-то одного типа, либо error другого типа. В данном случае мы при помощи конструкции pattern matching опять типа безопасно проверяем. Если у нас кастомер есть, тогда что-то с ним делать. Если нет, то проблем, значит, мы там пишем ошибку, блок. По-другому к этому касту или касту никак нельзя ответить? по-другому никак. Ну, кстати говоря, в C-шарпе тоже появилась в версии 7.1 возможность pattern matching. Он там немножко отличается от C-шарпе, потому что в C-шарпе он основан на алгебрических типах, а в C-шарпе на наследовании. То есть мы взяли класс какой-то базовый и говорим типа, пусть у нас там match stream with socket stream и к socket stream обращаемся. Если там не match, а switch case, кейс, memory stream, что-то еще. Но тут есть одна проблема, это то, что мы же можем, если алгебрический тип данных мы определим в одном месте, и все. А наследуемый класс мы можем где угодно, в любой другой сборке создать новый наследуемый класс, наследника. В самом любом случае надо написать какой-то дефолт и в этом дефолте как-то обрабатывать. Не всегда это хорошо. Либо-либо можно же не нул возвращать, а можно exception различные возвращать. Есть такое выражение Раймонда Ченна, такой блогер известный, разработчик из Microsoft, что написать хороший код, основанный на типах ошибок возвращаемых, это сложно, но написать хороший код, основанный на exception'ах еще сложнее. Вообще очень сложно. Почему? Можно ознакомиться с тем блогом. Не буду об этом. Вот, допустим, это просто пример, как можно обратить, что если мы exception'ы у нас вообще-то может быть в шарп-дазаке, в шарп-жистая часть дутнета, то есть мы можем делать только пунктемент, который не в шарповой, который возвращает нам exception. То есть мы обрабатываем в данном случае и возвращаем. Ну, у нас единственное, что здесь мы не коды ошибок будем возвращать, а у нас в шарпе же есть вот эти вот логеряческие типы данных, discrimination units называется, или-или-или-или-или-или что-то. То есть мы можем вот эти discrimination units возвращать, потом pattern matching значит, значит, Следующий пример. Пусть у нас есть customer опять, тот же самый Иван Петров. Значит, создадим хешсет кастомеров и сделаем хешсет add добавим до этого кастомера. Потом вызовем метод, который что-то делает с кастомером, а потом будем проверить, потом проверим, содержится ли он у нас в этом хешсете. Как вы считаете, содержится? хешсет кастомера, смотрите, смотрите, это же не такое непредсказуемое, это неожиданное, потому что у нас есть коллекция, мы засунули в нее кастомера, что-то с ним сделали, потом проверяем, есть ли он у нас там, а его там нет как-то. Ну, у него есть тишник, что ли он там. Мы же оттуда его не вытягивали, да? Все потому, что, да, однажды созданные объекты и коллекции должны быть неизменяемыми шестой требованиями. Можно сделать какого-то и мюта, балкаски, который у нас точно не может умиться, и в таком случае, конечно, мюта труб. Но это надо, опять же, это надо заморочиться, это надо сделать. По умолчанию это и так. В F-sharp, если мы используем такие нативные для F-sharp-а типа данных, типа Record, Record, это у нас дикартовое произведение, то такой проблемы нет, потому что он по умолчанию не изменен. Тем понятно, что здесь происходит. Set Single Tone значит, что мы создаем множество из одного элемента. Затем делаем что-то с кастомером, естественно, сам кастомер. То есть, change кастомер, это копия кастомер, кастомер не меняется. И он у нас по-прежнему содержится в множестве процесс кастомерс. F-sharp стремится к тому, что он будет предсказуем. Но он не идеален. Почему? Потому что, во-первых, объекты почти всегда неизменяемы, могут быть изменяемы. То есть, если мы написали там не LED, там, x равно 1, да, let mutable x равно 1, либо, если мы, допустим, используем какие-то объекты не чисто в шаповке, а там из дотнета, ну, не знаю, стрим какой-нибудь, да, то он изменяем. Вот. То есть, эта проблема, она не полностью решается. ну, без исключения является плохим тоном. то есть, как бы так не принято использовать. Ну, они есть, потому что это часть дотнета. Вот. Мы всегда можем какой-то дурант-метод, который на данный исключение, либо ну. Поэтому ну идеоматически верным является там использовать вот эти вот исключения и все-таки методы обворачивать сразу. Там, trycatch, либо делать пробегом на null. Но тем не менее, возможность ошибки остается. Вот. И в таких случаях вот, значит, вступает дело соглашения. То есть, когда мы программируем ныншанты, мы, ну, считается просто плохим тоном, да, вот так делать. Стараемся так не делать. Вот. Значит, вкратце, значит, в чем плюсы F-Sharp и прорезюмируем постоянный тип перемен, разумный равенство по умолчанию, запрет на сравнение для разных типов, всегда вольный состояние объектов, отсутствие в коде null и исключение и неизменяемость объектов. Ну, то есть, отсюда такой хотелось бы сделать вывод. Вначале я задал вопрос, нужно ли учить F-Sharp или нет. На мой взгляд, у F-Sharp есть плюсы, а не строгие требования к возвращаемым типам, более мощный компилятор, делают наш код более предсказуемым, значит, поскольку он более предсказуемый, в нем будет меньше ошибок, значит, надежность туда погрузится. Ну, для изучения нового языка всегда требуется время. Поэтому, еще один плюс, чувствую, что нам необязательно целиком весь проект писать на F-Sharp. Мы можем писать одну сборку на F-Sharp, один модуль на F-Sharp, другие модули оставить на F-Sharp. Я считаю, что если там, конечно, не для всех проектов это подходит, завтра взяли и писали все на F-Sharp, но все-таки попробовать стоит каждый. Значит, вот эта ссылка первая это ссылка на презентацию человека, его зовут, профессор Толоминского инвестиста, его зовут Скотт Лолчин, он популяризатор F-Sharp. Значит, у него интересно, о чем будет F-Sharp for fun and profit сайт, там очень много интересных сатей. Вот на его презентацию я призял за основу, я многие вещи из нее взял. То есть, кто захочет познакомиться более поближе к F-Sharp, вот этот сайт F-Sharp for fun and profit будет очень полезным. F-Sharp.com это сайт сообщества F-Sharp. Там какие-то новости и так далее. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? меседжи в том, что F-Sharp учить надо, чтобы освоить новый стип программирования новую парадигму, которая поможет поставить мозги на место и по-другому взглянуть на то, что ты делаешь. Правильно? Нет. А все? Но я вначале задал вопрос, стоит ли учить F-Sharp, а вывод мой такой, что стоит. Но стоит не только потому, что это полезно для того, что программировать на других языках. Можно программировать и на нем, на F-Sharp. Я же сказал, что ты можешь сделать одну горочку на F-Sharp, одну сборочку на F-Sharp. Так можно делать и это будет работать. Хорошо. Это я понимаю. Просто мы не рассматривали вариант все-таки учительного положения если проект не будет. Это же как бы очень сильно упрощенный хаскет немножко помазанный сверху Акамбль. Нет. Это наследник языка ML. Я говорю, Акамбль помазанный сверху. Ну, вообще, да, это Акамбль портированный на Допнет. То есть, как бы, просто все, что вы рассказываете, оно, как бы, в любой книжке ведения в хаскет, оно дается достаточно хорошо. ML-языки, мне кажется, более сложные для освоения из-за большого начальщего синтезиса. По крайней мере, визуально хаскет, мне кажется, был бы еще более считабельный и он заставляет многие концепции еще лучше расходить, нет? Ну, я согласен с этим утверждением, но хаскетом сложнее. Согласитесь, прямо гораздо сложнее. вот, когда начинаешь разбираться с тайп-классами, особенно, когда там не всякими простыми монадами, а вот, когда там про-дата, про-про-про-функтор, когда такая фигня начинается, которая для функциональных разработчиков понятна, а вот я, допустим, смотрю в код и понимаю, что, блин, тут без пол-лифля точно не разобраться. Конечно, если я какое-то время, здесь порог вхождения высокий, в какое-то время я поразбираюсь, то, конечно, это будет нормально. Вот, в этом плане гораздо проще, во-первых, а во-вторых, ну, у нас же тут нет комьюнити. Гениально. Еще вопросы? По поводу по поводу по поводу вот, ну, типов, что вот, типа, новым нельзя вообще, ну, ну, то есть, новый – плохой тон. А вот если я, например, работаю с базой данных через F-sharp, то прибегать к какому типу, все-таки, все равно это останется каким-то недостатком? Ну, обычно используется тип option, то есть, обычно вот эти OORM-ки F-sharp-овые, которые там, не OORM-ки, а вот там дата-провайдеры такие есть. Интересная очень тема, то есть, там можно, это как бы такой плотин, типа, для компилятора, то есть, можно вот, типа, безопасно работать с базой данных. Вот, компилятор подключается и прям видит какие-то там типы есть в базе данных. Вот, там используется option. То есть, если у нас там null, да, то у нас будет non. Но если не null, углубить, то тогда там, естественно, не будет никакого option. Так, еще вопросы? попроще вопрос чуть. Если я собираюсь резать какой-то там проект или модуль на F-sharp-е, я как бы могу по умолчанию считать, что этот там можно выбрать или должен держать в голове какие-то оговорки, что вот в данной предметной области он как бы не очень подходит, там лучше США, а здесь F-sharp, и если да, то какая специфика этих областей? Мне сложно представить себе такую предметную область. Допустим, я знаю, что, если говорить про интерфайс-приложения, то на мой взгляд F-sharp предпочтительный. Это тема для отдельной презентации. Во-первых, из-за предсказуемости, во-вторых, там есть другие причины. если прям какую-то область такой идиот F-sharp хуже C-sharp подходит, ну, допустим, я знаю, что есть такой человек, он Ясакарван, он разработчик библиотеки одной для F-sharp, которая, по сути, заменяет таски, то есть там вместо тасков оно быстрее работает, называется. Забыл. Вот. Копак. Там как channel, там как в Go языке, короче, примерно так же. Он написал изначально на F-sharp, потом я читал его статью, он переписал на C-sharp. Почему? Потому что ему там в определенном месте нужен Google to. Без Google to, я там все это в Илкод, короче, преобразовал, посмотрел, получается долго. С у него там какие-то стрейт-машины были, вот ему нужно было прямо, чтобы быстрее были без безусловный переход. Вот, в Go shop идет Google. Ну вот такие узкие, какие-то кирсы есть, наверное, но так, я даже не знаю. Он все, что есть, все шарп, все то же самое в Go shop. С той стороны. Спасибо за доклад. Для любого языка очень важно, насколько динамически он развивается. То есть, если язык там придумали 8 лет назад, ничего себе не происходит, то им никто и пользоваться не будет. Ну и вот, знаете, я помню, в 2011 году сюда выходя приезжали мекософтовцы и говорили, вот F-sharp новый язык, вот он сейчас взлетит, он сейчас не очень популярен, но чуть-чуть и все, все, все будем на F-sharp писать. Шли годы, они приезжали снова и снова и каждый раз говорили, вот сейчас еще чуть-чуть, чуть-чуть и F-sharp взлетит, чуть-чуть осталось. И вот я сейчас погуглыл, ну, ответ на вопрос типа F-sharp жив или мертвый. Там говорят, ну, сейчас не очень, но вот еще чуть-чуть и... Ну да, постоянно признак мастерства, конечно, но все-таки, а вот как вы думаете, ну, вообще, язык, в принципе, развивается и насколько он жив и взлетит или не взлетит? А, слушай, я думаю, еще чуть-чуть осталось. Еще одно. Вы серьезно? Вы серьезно? Я думаю, что, ну, если посмотреть, допустим, на какие-то конференции, там, как-то, что там, допустим, какой-то EDC, там, я смотрю, вот, там, в последнее время докладов по F-sharp стало очень много, там, тут Next, допустим, тоже там много докладов по F-sharp, ну, мне кажется, что дальше некоторое время можно поменять F-sharp, ну, опять же, это такое запротивное. F-sharp, просто тоже они пытаются там что-то менять, там, какие-то новые синтакси заталкивают. Синтаксист, по себе могу сказать, что я вот чуть-чуть попрограммированный F-sharp, мне вообще не хочется на F-sharp программировать. Я по работе всегда на F-sharp программирую, но... крепя зубами. А много у вас F-sharp-вот работников? Клипы один такой? А кому интересно, кто умеет? Ну, у нас, наверное, не знаю, наверное, один лет, да? Есть интересующиеся, то есть, там, так, делал. Все хотят, чтобы попробовать, но пока что. Два маленьких вопроса. Первый, а какие-то недостатки-то есть? Должны же быть какие-то конкретные недостатки. И второй вопрос, как бы намек на ответ к первому, а что со скоростью? По недостаткам. Ну, у меня было там про недостатки, да, я рассказывал, что он не идеален, да, вот. А недостатки прям в сравнении с F-sharp, да, какие есть? Со скоростью что? Кроме GoTur. Кроме GoTur. Ну, в каких-то случаях, там, даже, какие-то есть оптимизации, допустим, делать компилятор в шарварке, типа, ну, допустим, в холстовую реку всем разматывать, что не делает с F-sharp. Ну, по крайней мере, раньше не делал, не знаю, что не что-то поменяли. Вот. И так, к сожалению, я вот так не готов ответить. Я прям устроен на этот вопрос, какие там, какие есть по производительности просадок. может быть, кто-то сделает доклад? Я могу здесь, на самом деле, немножко помочь испортить в общем, у F-sharp есть, на мой взгляд, проблема с объектно-ориентированным синтаксисом. В частности, в F-sharp нет неявной реализации интерфейса. То есть, мы про F-sharp привыкли, реализуем интерфейс и можно спокойно передавать объект, который его реализует, там, где принимается ссылка. В F-sharp такого нет. В F-sharp только явная реализация интерфейсов. Я не знаю, в F-sharp тоже, на самом деле, такая есть, когда мы пишем имя интерфейса, точка, имя метода, и тогда у нас как бы в самом классе его нет. Это вот один из примеров. В целом, именно синтаксис объявления классов, он довольно-таки кривой и многословный. То есть, он все-таки рассчитан функциональной программирует. Что касается производительности, она, когда пишем обычный код и в целом каких-то хитрых вещей не используем, она такая, как у F-sharp, поскольку, ну, это тот же самый метод. Сложности начинаются, когда мы начинаем использовать гипотичные экспресси, в частности, для того, чтобы пользоваться теми же самыми тасками. То, в F-sharp, когда мы используем асинк-авейт, он генерирует машинное состояние, которое нам довольно оперативно переключается, что нам нужно. в F-sharp это делается за счет заворачивания всего этого добра функции. Там получается довольно много лишних вызов этих функций. И за счет того, что постоянно сдергается стэк, это проседает. Ну, как бы вот такие примерки. Компилятор они уже починили, и он такой же ужасный, как был пять лет назад. Не смотрел меня под это. Спасибо за комментарий. Так, еще есть вопросы? Дальше. Разве эти функции не ланятся? Мне кажется, тут уже такая дискуссия для кулуаров больше. И я предлагаю переместиться в нашу лаунж-зону и продолжить общение там. Спасибо. Так, у нас минут 15, это перерыв, потом слушаем второго докладчика.